Решить проблемный вопрос в Мелитополе уже который год пытаются общественники. Первым делом активисты настояли на принятии правил содержания животных, а в прошлом году сами создали временный пункт передержки для уличных собак. Чиновники в этом случае заняли позицию стороннего наблюдателя. Мы предлагали нашим органам местного самоуправления самые разнообразные пути решения этой проблемы. Хотя бы начало, хотя бы вводить регистрацию животных, хотя бы контролировать те правила содержания животных в городе, которые уже существуют более трёх лет. Но пока полного взаимопонимания мы, к сожалению, не нашли. Общественники предложили и идею создания в Мелитополе приюта для животных. В этом направлении ими сделано также немало. Было получено согласие депутатов Горсовета на строительство объекта, подобран земельный участок и определено коммунальное предприятие, которое возьмёт на себя проектирование и подготовку всей необходимой документации. Но и в этом случае активисты столкнулись с препятствием. У меня ответы самых разнообразных чиновников из горосполкома, начиная от заместителей городского головы, за подписью городского головы, что земля не будет отведена до принятия генерального плана города. Тогда как? У нас актуализирован план стратегического развития города 1969 года. Это решение сессии 2013 года. Им прекрасно можно пользоваться для, собственно говоря, завершения проекта землеустрия и, наконец, уже можно разрабатывать проект строительства приюта. Единственная попытка местной власти как-то изменить ситуацию с бездомными животными, поручив их отлов харьковской фирме, с треском провалилась. Против её реализации выступили горожане, которые посчитали, что таким образом просто потратятся деньги налогоплательщиков, а ситуация не улучшится. Сами же чиновники говорят, что основная проблема – отсутствие финансирования. Определён земельный участок, предполагаемый для строительства на нём непосредственного приюта. Но денег в 2015 году пока выделено не было. Не предусмотрено, не выделено. Сейчас формируется бюджет 2016 года. Будем видеть доходные и расходные части бюджета. Поэтому уже с принятием бюджета можно более детально о чём-то говорить. Тем временем, пока чиновники кормят общественников обещаниями, по Мелитополю продолжают бродить стаи бездомных собак. Дмитрий Злащевский, Артём Довжик, Мелитополь, ТВ5. Продолжение следует...